Здравствуйте, мои дорогие! Я счастлив приветствовать вас в эфире еврейской еженедельной телевизионной программы «Алев». Мы накануне начала нового учебного года, мы накануне нового этапа в жизни нашей еврейской школы, и сегодня мы хотим побеседовать именно о проблемах образования, которые волнуют, безусловно, каждого из нас, и те, у кого дети учатся в школе, и те, которые пойдут туда через несколько лет, и даже те, у кого дети уже закончили школу, потому что подрастают внуки и даже иногда правнуки. Именно поэтому мы сегодня пригласили в нашу программу замечательного человека, господина Евгения Марьянчика, который является консультантом по еврейскому образованию нашей школы, а иногда его даже называют идеологом реформы школы, концептуальным, человеком, который концепцию предложил, и которая была принята и Победительским советом, и еврейской общиной. И, наверное, первый вопрос до того, как мы перейдем к каким-то конкретным деталям, связанным с еврейской школой. Во-первых, добрый день, господин девочек. Вопрос такой, как вам кажется, какова вообще цель школы? Она формирует личность, она дает человеку знания, она... Что, в общем, она должна сделать, на ваш взгляд? Ну, достаточно серьезный теоретический вопрос, поэтому, наверное, могу в первую очередь говорить именно о своем взгляде. Мне кажется, что когда родители, большинство родителей, я в качестве родителя, отправляют детей в школу, они в первую очередь все-таки думают о том, чтобы дети получили необходимый объем, фундамент знаний, которые позволят им стартовать в дальнейшей жизни. То есть, некоторый базис. Естественно, нельзя не говорить при этом, что школа должна заниматься и воспитанием личности, и формированием личности. Это тоже важнейший момент. И более того, сама идеология, сама идея качественного образования ребенка, получения качественного получения знаний, оказывает колоссальное влияние на формирование его личности, как человека, который будет конкурентоспособен, будет готов прогрессировать в этой жизни, воспитывать своих детей. Но примат доминанта все-таки на знаниях. Ну, я бы сказал так, с моей точки зрения. С вашей точки зрения. Второй вопрос, так сказать, необходимо определить дефиниции, потому что, когда мы говорим о еврейских школах, не обязательно в нашей стране, а во многих других странах диаспоры, наверное, только за исключением Израиля, мы должны понять, это школы для еврейских детей или это школы, дающие еврейские знания. Это, кстати, относится к общинным центрам и ко многим другим структурам. На ваш взгляд, еврейская школа – это школа для еврейских детей или это школа с преподаванием еврейских дисциплин? Опять-таки, на мой взгляд, я не совсем понимаю школу, которая сформирована исходно как школа исключительно для еврейских детей, для армянских детей, русских, украинских детей и так далее. Очень легко в этом случае не просто любую страну, даже любое общество разорвать на много мелких компонентов, и как-то эта страна выглядит в современном мире. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, когда мы говорим о еврейской школе, это школа, которая наряду с общими знаниями дает определенный так называемый еврейский блок, посвященный еврейскому языку, еврейской традиции, еврейской истории, культуре. То есть, это школа, которая не просто находится в рамках некой еврейской системы ценностей, но школа, которая дает специфические знания по предметам, скажем так, иудайки. Правильно? Это школа, которая, безусловно, находится в рамках еврейской системы ценностей, потому что иначе вряд ли мы можем назвать ее еврейской, и которая, безусловно, дает определенный объем знаний по этим областям. Вот у нас иногда возникает такая мысль, что обычная школа, если добавляется туда еврейский компонент, то это обязательно идет в ущерб общеобразовательным программам. И всегда есть некий водораздел, что является первым, что является вторым, что является главным, что является поддерживающим. На ваш взгляд, как это должно быть? Это очень серьезный и интересный вопрос. Когда мы говорим о еврейской школе, понятно, что по сравнению с нееврейской школой того же самого уровня, эта школа вынуждена думать о дополнительных предметах, которые она будет давать своим ученикам. Если речь идет о большинстве стран, насколько я знаю, на Украине не учатся в субботу, по крайней мере, как мне объяснили, но в подавляющем большинстве стран бывшего Советского Союза суббота – это обычный рабочий день. Поэтому понятно, что еврейская школа, как школа, которая существует в рамках еврейской системы ценностей, не может работать в субботу. Получается, что определенная фора у школ более или менее одного уровня по общим предметам, нееврейская школа в этом смысле выигрывает, имеет некоторую фору перед школой еврейской. И я не уверен в том, что моя точка зрения, о которой я сейчас выскажу, является наиболее популярной в современном мире. Я бы сказал так, что если мы хотим, чтобы наши дети получали как качественное образование по общим предметам, так и качественное образование в области еврейского цикла, это означает, что не надо жалеть, что они получат дополнительную нагрузку, поскольку только в этом случае мы сумеем достичь тех целей, о которых говорим. Иными словами, не надо проводить вот этот разводораздел что-либо-либо. Надо ставить задачи, чтобы дети получали и то, и то, понимая, что за это есть своя цена. И эта цена – большая готовность детей работать, большая готовность их вкладываться, подготовка их к этому, как в общем мы все живем в обычной жизни. То есть и то, и то, но определенной ценой. Это цена, время, которое тратится на учебу. Вы считаете, что учащиеся в такой школе имеют преимущество перед выпускниками обычных школ, имеют равные с ними конкурентные вещи, или вообще понятие успеха и конкурентности к выпускникам школы неприменимо? Надо дать базис, надо сформировать, дать какие-то знания, а, скажем так, борьба за существование, конкурентность уже возникает потом за пределами детства? На ваш первый вопрос, который вы мне сегодня задали, я ответил, сказал, что с моей точки зрения, вот это определенное воспитание, оно тоже является одной из задачей школ. И в этом смысле убежден в том, что воспитание личности, которая будет готова жить в современном мире, в мире очень динамичном, говорим ли мы о евреях или говорим о представителях любых других народов, который является очень конкурентным в хорошем смысле этого слова, иногда и в плохом, но как минимум в хорошем смысле этого слова, является очень важным. Поэтому, если мы говорим о готовности ребенка к серьезной конкуренции в этой жизни, я это считаю преимуществом. Если мы сравниваем выпускников идеальной еврейской школы, о которой мы сейчас с вами говорим, и выпускников аналогичной школы нееврейской, то мне кажется, тот минимум, который надо ставить, минимальную задачу, которую надо ставить перед собой, чтобы дети были на уровне аналогичным ученикам нееврейской школы того же уровня, в идеале лучших школ, потому что в противном случае непонятно, какие будут факторы, которые движут родителям для того, чтобы именно в эти школы устроить своих детей. Определенные преимущества, поскольку если ребенок с более раннего возраста вкладывается больше в свою жизнь, в свое формирование, в свою учебу, то определенный дополнительный фактор он получает и в дальнейшей жизни. Долгое время на пространстве, во всяком случае СНГ, не знаю, как в других странах, бытовало мнение, что еврейские школы – это такие специализированные, скорее, социальные или общинные школы, которые, в общем-то, в принципе, дают комфорт, дают тепло, дают очень мягкое и хорошее отношение к детям. Это школы, где комфортно, не ставила задача сделать их, так сказать, как бы школами прорыва, не делалась задача сделать их школами элитными. Я знаю, что ваша концепция как раз утверждает, что школа первого типа, школа качественного воспитания и образования – это школа, которая должна быть именно вот такой школой прорыва, правильно? Скажем так, вначале я немножко хотел бы отреагировать в отношении того, что вы говорите о комфорте. Я совершенно не считаю, что комфорт противоречит идее серьезного вклада в занятия, подготовке себя к конкуренции, ну и, в общем, более того, и конкуренции в процессе учебы. Все мы учили в школах, все хотели в той или иной степени быть лучшими, и такая готовность к этому вполне может быть комфортной сама по себе. Более того, я учился как раз сам в такой элитной школе, в математической школе города Москвы, у нас был очень сильный класс, и сама идея, что рядом с тобой находятся очень сильные перспективные люди, вполне комфортна. Если же мы говорим уже, отвечая непосредственно на ваш вопрос, о типах школ, то можно сказать, что эта проблема, конечно же, существует. Мы понимаем, что если ставится задача создать хорошую еврейскую школу в смысле возможности быть на уровне по общим предметам с лучшими школами нееврейскими, как было уже сегодня сказано, это подразумевает дополнительную нагрузку. Понятно, что не все дети и не всегда могут эту нагрузку вынести, как и в любой другой профессии. Мы говорим о пневматической школе, мы говорим о школе с углеводным изучением иностранных языков. Не все и не всегда дети выдерживают тот темп и те задачи, которые ставит та или иная школа. Понятно, что еврейская община, еврейские школы не могут не думать о слабых детях. Это тоже вполне серьезная и вполне реальная задача. Беда в том, что далеко не всегда можно совместить эти две цели. С одной стороны, желание создать школу качественного образования, а с другой стороны, создать школу-убежище для слабых детей. Детей, которые, возможно, страдают от антисемитизма в тех школах, в которых они учатся. Детей, которые просто не способны на том уровне, которым требуется, может быть, и в других школах освоить весь материал. Ну, мы можем говорить о детях, например, которые просто нуждаются в... Ведь школа с задачей не только образования, все-таки это и социализация, работа в коллективе, работа. И вот эти функции школы вам для многих детей, даже, наверное, для родителей, даже, наверное, важнее, чем образование? Я сейчас готов буду ответить на этот вопрос, если можно, хотел закончить предыдущую мысль. Я очень сомневаюсь, что в рамках, скажем, одного и того же класса можно поместить одновременно детей сильных, которые стремятся к знаниям и знаниям по разным дисциплинам. Понятно, что в школе еще человек не знает, кем он будет в жизни. И детей слабых, которые, безусловно, нуждаются в особом внимании, в помощи, в создании комфортного коллектива. Поэтому определенный выбор между моделью школы, он неизбежен. Возможно, оптимально, чтобы были разные классы, которые удовлетворяют разным целям. Может быть, чтобы были разные школы. Второй вопрос, который вы сейчас задали, он немножко другой. По сути дела, говорит, что как быть с детьми, которые идут, или родители которых отправляют их еврейские школы, именно для того, чтобы они были в комфортном, хорошем мире, не ставя перед собой задачу, чтобы дети получили хорошее образование. Мне кажется, это достаточно существенная проблема, но ответственность за это должна быть на родителях. Если в одной и той же школе находятся дети, которые хотят учиться и могут учиться, и дети, которые могут, но не хотят, опять-таки я не понимаю, каким образом они могут учиться вместе, потому что есть определенная тенденция, определенные привычки, определенный стереотип поведения в школе. У нас престижно заниматься, престижно получать хорошие оценки и приобретать знания, или у нас престижно объяснять, что это совершенно не обязательно, что главное комфорт, хорошая атмосфера и так далее. Я не понимаю, каким образом в этом случае можно этих детей держать вместе. И выбор в большой степени будет предпочесть тех, которые хотят и могут, или предпочесть тех, которые все хотят, все могут, простите, но при этом не хотят. С математической школой понятно. Мы можем проверить математические способности ребенка или потенциальные математические способности ребенка и сказать, вот в математическую школу ты идешь, а у тебя больше склонность, скажем, к рисованию или к музыке, ты идешь в музыкальную школу или в какую-то другую спортивную, больше хочешь играть в футбол. Но в еврейской школе мама, папа, семья, как мы можем проверять еврейские способности ребенка? Я не понимаю, что такое еврейские способности ребёнка. Вот и я хочу сказать. Если мы говорим о еврейской школе... Как мы будем отбирать детей? С моей точки зрения, когда речь идёт о зачислении в школу, как, кстати, по-моему, зачисление подавляющее большинство школ. Насколько я знаю, например, в Российской Федерации сейчас, как говорится, категорически запрещен конкурсный отбор в первые классы, когда фактически ребёнка предполагается экзаменовать по тем предметам, которые он только-только будет проходить. Предполагается, что ребёнок, который поступает в школу, он ещё не читает, не пишет, да, и трудно его обязательно. Может быть, гениальный ребёнок, которого просто не учили ничему в детском саду, и, может быть, он туда и не ходил. Поэтому я совершенно убеждён в том, что еврейскую школу в первые классы вначале имеет смысл принимать всех. Тогда где мы делаем, или дни не делаем, не надо делать отбора, или, например, если дети приходят в старшие классы, как, например, приходят в лицей, в гимназии, где у нас возникает... Если дети приходят в старшие классы, как и в любой серьёзной школе, неминуемо будут требования по тем навыкам, тем умениям, которые есть у ребёнка, чтобы в эту школу попасть. Ребёнок, который хочет попасть в престижную математическую школу, должен владеть материалом прошлых лет на достаточном уровне. Ребёнок, который хочет попасть в английскую школу, должен владеть этим языком. Нет такого понятия, скажем, просто еврейские навыки, как Вы это сформулировали, естественно. Однако, если предполагается, что еврейская школа должна быть сильной не только по предметам еврейского цикла, но и по общим предметам, не минуем конкурсный отбор. Нужно ли вот сейчас, кроме того, что наша школа имеет официальное название, это ведь городская школа, это общеобразовательное учреждение, еврейская специализированная школа с углублённым изучением иврита, еврейской истории и культуры. Должна ли быть у неё, во всяком случае, есть ли она в Вашей концепции, какая-то дополнительная, если не специализация, то, во всяком случае, усиленное направление на какие-то предметы, скажем так, общего цикла, гуманитарные или, естественно, научные, должно ли быть у неё ещё, ну, скажем так, изюминка? Ну, начнём с того, что то, что еврейская школа является государственной, это чрезвычайно важно, это показывает, насколько я понимаю, внимание, которое уделяет и государство, и... Ну, коммунальность, это город. ...и грано совершенно верно развитию такого типа школ. Однако, если мы говорим о школе, как Вы сформулировали, с углублённым изучением иврита, еврейской истории и культуры, необходимо сказать, что то количество часов, которое, в принципе, уделяется на иврит, при всём понимании того, что это достаточно много с точки зрения общей государственной программы, общего государственного стандарта, оно едва ли позволяет говорить о каком-то углублённом изучении. И сравните, на сегодняшний день, потому что я знаю, в старших классах, начиная с шестого класса школы и до одиннадцатого класса, на изучение иврита отводится три часа в неделю. Это означает, что имеется около ста часов, ну, плюс-минус, учитывая возможные праздники или государственные, или еврейские. Но это означает, что вот эти шесть лет с шестого по одиннадцатый класс, то есть наиболее эффективное время, когда ребёнок может в школьные годы изучать иностранный язык, мы подчёркиваем, что всё-таки иврит, являясь национальным языком еврейского народа, тем не менее для подавляющего большинства или для всех детей не является языком родным. Так вот, эти шестьсот часов, они, конечно, не являются достаточными для того, чтобы можно было говорить о каком-то углублённом изучении этого языка. Цели, которые могут быть ставятся, они должны быть, с одной стороны, достаточно амбициозными, но, с другой стороны, реальными. Ребёнок должен владеть языком на том уровне, которое позволит ему разговаривать, может быть, не только на бытовые, но на общие темы, читать, писать, но это не есть глубокое изучение языка, это не позволит ему изучать на иврите математику, физику и другие дисциплины. Мы говорим о важном, серьёзном вкладе в еврейское образование, изучении этого языка, но это не есть углублённое изучение. То же самое можем сказать, скажем, об истории и культуре. То количество часов, которое есть, позволит ребёнку ориентироваться в фактах еврейской истории, ориентироваться в том, что такое еврейская культура, хотя понятно, что еврейская культура, которой не одна тысяча лет, достаточно широка для того, чтобы можно было её изучить при таком небольшом количестве часов. В любом случае, хотя бы некие начальные, фундаментальные структуры. Разумеется, да, возможность ориентироваться. Тем самым я просто хотел отреагировать на название, которое может быть не вполне точно. Если ставится задача быть для школы, быть конкурентоспособной в городе и стране, или, соответственно, в более широких масштабах, то, естественно, должна быть то, что вы говорите, изюминка – это возможность уделять повышенное внимание тому или другому направлению. Здесь мы, скорее, говорим о ожиданиях, поскольку невозможно на сегодняшний день, когда идут далеко идущие реформы, но когда они только начаты, сказать в точности, объясняя детали, как именно будет происходить, скорее какие-то намётки. Мне кажется, что было бы правильным, чтобы в рамках такой школы для ребёнка была возможность выбрать одно из двух принципиальных направлений, то, что вот вы назвали изюминкой. И там речь может идти именно об углублённом изучении. Это либо какого-то естественного блока, ну, скажем, условно, математика, физика, информатика, либо гуманитарного направления. Ну, например, это можно рассматривать как, допустим, два разные класса. Это зависит, естественно, от количества детей, которые будут учиться в школах. Плюс к обязательному госстандарту, да, обязательным требованиям, которые предъявляют государство к государственным школам, допустимо и крайне желательно углублённая программа по этим предметам. При этом, когда мы говорим о обоих этих направлениях, должны быть совершенно одинаковые и максимально высокие требования при том количестве часов, которые имеются в области еврита, еврейской истории и культуры. — Одним из важных факторов, скажем, школы является то, что вот люди говорят, например, есть внешнее у нас оценивание, зовнішнее незалежное оценивание. В России есть такое ЕГЭ. Есть некий как бы совершенно независимый способ, по которому мы как бы получаем ответ на качество образования. Хотя, с моей точки зрения, в общем-то, это не вполне коррелирует. С моей точки зрения, есть столько качество образования, сколько качество дрессировки или натаскивания на определённые форматы и стандарты. И у нас как бы подменяются цели, средства у нас меняются местами. На ваш взгляд, вот такая школа, о которой вы сейчас говорили, с разными группами, с разными дифференциациями по классам, разнородная. Она рассчитана именно на поступление в ВУЗы или на уже, так сказать, подготовку некоего максимального получения результата от каждого ребёнка? — Скажем так, начать немножко хотелось бы издалека от того, о чём вы говорили. В принципе, ведь любой образовательный процесс не отделим от того или иной оценки своих результатов, результатов учёбы детей, студентов, неважно кого, взрослых людей. Любой экзамен подразумевает определённую ограниченность своих требований. Мы не можем проверить, насколько человек подготовился к тому или иному экзамену за несколько ночей перед ним или готовился на протяжении всего учебного процесса. Тем не менее, конечно, в идеале желательно, чтобы экзамен был построен таким образом, чтобы максимально оценить тот уровень знаний, умений и навыков, которые были достигнуты с самого начала. А то, что вы упомянули, например, о ЕГЭ в России, понятно, что это идут эксперименты в большей или меньшей степени удачные, которые постоянно корректируются. Трудно сказать, чему это придёт. У меня тоже есть большой скепсис в отношении этого. Я не понимаю, каким образом можно говорить о серьёзном образовании, просто натаскивая человека на экзамен. Хотя, безусловно, готовность к сдаче определённого экзамена, который является важным для поступления в ВУЗа, для определённой дальнейшей судьбы, не может быть проигнорирована. Но есть такая система. Школа учит ребёнка, как бы, главная её задача – научить учиться, научить его навыкам учёбы, дать ему структуру, а при поступлении в ВУЗе, вот конкретно выбран ВУЗ, конкретно выбирается репетитор, и он уже конкретно по физике, или по математике, или по истории получает уже в финальных классах дополнительную вот конкретно дрессировку, тренировку по этим вещам. Я не совсем понимаю, что значит просто научить учиться, если мы не говорим о том, что человек учится. Нельзя взять книжку и по этой книжке сказать, что сегодня мы с вами будем учиться о том, как именно вы это будете делать, когда закончите школу и поступите в тот или иной ВУЗ. Учение, учёба, как учиться, приходит одновременно с самой учёбой. Сказал бы так. Всё, что связано с определённой дрессурой, ну, наверное, это есть, хотя в какой-то мере наличие вот такого типа экзаменов государственных, как проходит в России или на Украине, частично может это дело изменить, хотя может вызвать другой уровень натаскивания. К сожалению, я тоже не без этого. определённый негатив в этом тоже есть. Всё-таки вопрос к репетиторству, особенно в старших классах или не только в старших классах. Есть система, что вот школа даёт некий минимум или некий стандарт, дающийся программой, а кроме этого есть ещё возможность, если вас именно этот предмет интересует, вашего ребёнка, получить дополнительные знания. Как вы к этому относитесь? Сказал, я бы сказал следующим образом. Понятно, что мы никоим образом не можем диктовать родителям, что им делать в своей семье. Родители хотят, ориентируясь на желания детей или на какие-то там ценности семьи, чтобы ребёнок учился в конкретном вузе, хотят получить дополнительную, дополнительный уровень надёжности, что то образование, которое получено в школе, является для этого достаточным, вполне могут взять репетитора. Но, как мне кажется, задача школы состоит в том, чтобы дать возможность ребёнку без этого обойтись, разумеется, если мы не говорим о коррупционной схеме, когда берётся репетитор из конкретного вуза, который... Нет, 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 мы сейчас говорим, мы не говорим сейчас, мы говорим сейчас, а дополнительные занятия с учителем в той же самой школе, как вы считаете? А дополнительные занятия с учителем из той же самой школы за отдельную оплату, как мне кажется, даже при самых-самых лучших намерениях обеих сторон, носят несомненную коррупционную составляющую, поскольку легко себе представить ситуацию, при которой учитель, честно делающий своё дело, занимающийся с ребёнком помимо уроков, но получая за это деньги, оказывается в ситуации, когда на какой-то контрольной ребёнок получает неудовлетворительную оценку, и так или иначе возникает вопрос, либо у него либо родителей, да, мы заплатили деньги, где результат? Ведь не секрет, что оценка для многих является мерилом качества работы. Возникает коррупционная составляющая, даже если человек этого не хочет, мне оценку завысить, не завышать, как быть дальше? Есть конфликт интересов. Есть конфликт интересов и очень серьёзный, поэтому мне кажется, что, кстати, разговор идёт не только о школе, разговор идёт и о вузах, и о любых учебных заведениях. При всём понимании того, что без дополнительных занятий зачастую очень трудно обойтись, человек может отстать, человек может... А вот, кстати, с дополнительными занятиями... Извините, я закончу мысль, если можно, да? При всём понимании этой ситуации должна быть исключена ситуация, при которой преподаватель из какого-то учебного заведения дополнительно за деньги консультирует своих учеников. Мне кажется, что это нравственно неприемлемо. А дополнительные занятия, дополнительные усилия... Ведь вот, хорошо, стоп, мы сейчас к этому вернёмся, может быть, в следующий наш премьё, может быть, в этой программе. Мы рассматриваем класс, в котором есть разные ученики, средние, слабые, сильные. А учитель, на ваш взгляд, должен ориентироваться на кого? Помогать сильным ещё более высоко? Уравнивать или всё-таки ориентироваться на то, чтобы все понимали? И как корректировать это? Ведь мы же не можем создать идеальный класс, дети разные. Смотрите, если мы говорим... Весь наш сегодняшний разговор, начинаю почти каждый ответ с моей точки зрения, вынужден то же самое сказать и сейчас. Мне кажется, что, во-первых, это, конечно, зависит в большой степени от учебного заведения, потому что легко представить себе, что есть какое-то учебное заведение, которое ставит свои задачи подготовки детей к каких-то международным олимпиадам, и именно это является их главной целью, не нашей. Понятно. Да, и там они будут ориентироваться на физкультуру. Мы говорим, вот сейчас, если можно короткий, мы уже должны заканчивать эту программу в еврейской школе маловтов, в той школе, в которой консультируете в Днепропетровске, естественно. В еврейской школе, как мне кажется, должна быть ориентация на тех детей, которые осваивают программу. То есть, скажем, наверное, речь идёт всё-таки о средних и сильных детях. В то же время, одна из моих коллег в своё время сказала очень интересную фразу, что ребёнок до тех пор, ребёнок, студент, человек, который учится на тройку, понятно, что сейчас у вас другая система, но, тем не менее, позволю себе использовать то, что было, имеет на это право, пока эта тройка честная. С другой стороны, конечно, легко допустить, что эта тройка в какой-то момент может стать двойкой, по причине, которая совершенно не зависит от ребёнка. Он болел, он что-то пропустил, он что-то не понял. Поэтому система поддержки, которая не имеет коррупционной составляющей, обязательно должна быть. На этом мы прерываем нашу беседу. К сожалению, время нашей программы в эфире подходит к концу. Я прощаюсь с вами. На две недели праздник Рош-Ашана. Огромный праздник. Еврейский Новый год. Всех приглашаю в синагогу слушать шафар. Это обязательная заповедь для каждого еврея. Но мы обязательно вернёмся к этой беседе с Евгением Марьячиком в одной из наших следующих программ. И тогда уже будем говорить о конкретных вопросах, о конкретных идеях и конкретных реформах, которые будут проходить в Еврейской школе Равнархабад-Любавич-Мне-Ливийской Кашнырсона или в Еврейской школе номер 144 с углубленным изучением еврита, еврейской традиции, культуры и истории. До свидания, мои дорогие. Всего вам самого доброго. Да хранит Господь Бог вас и ваши семьи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok